В тылу страны нелёгким было детство, одежды не хватало и еды, страдали от войны все повсеместно, хватило детям горе и беды. Я Романова Валентина Фёдоровна, урождённая Балашова. Родилась в декабре 1937 года. Мои родители, мама Балашова Елена Ивановна, работала учительницей первой школы. Отец, Балашов Фёдор Алексеевич, работал бухгалтером. Помню, как провожала отцам. Это было 27 июля. Мы с мамой пошли встречать солдат, которые шли, очевидно, из военного городка по железной дороге. Пешком огромное количество солдат. А мы его около бывшего железнодорожного клуба и встречали. Было жарко очень. Долго ждали, но потом смотрим, и отец отделился от всей группы, подбежал к нам, взял меня на руки. И так мы шли с колонной до улицы Нахановича. Я уснула у него. Тут меня мама забрала, в общем, и всё. И мы больше распрощались. Короче, их погрузили в вагоны и поехали. Жили без отца. Маленькая была избушка, но у нас была корова. И вот, благодаря тому, что была корова, мы, конечно, милили молоко. Мы ездили в поле, косили сено. Дедушка косил сено. Мы ночевали. Он взял такие шалаши. Делал шалаш. Мы в этом шалаше ночевали. А утром, когда солнышко припечёт, сока подсохнут крова, мы шли сгребать сено. Сгребали сено. Помогали в огороде. Мы тоже, конечно, и пололи. Иногда и землю копали. Время войны. Картошка, овощи все были. Хлеб, очевидно, всегда привозили откуда-то к нам, в Биргу. Я помню, стойги привозили по железнодороге. Вечером на железнодорожный магазинчик был там на вокзале. Вот нас, ребятишек, посылали за хлебом. Мы с утра занимали очередь. Ну, и там огромное количество людей стояло, взрослых и детей. А когда привозили хлеб, у нас взрослая толпа это вся вытесняла. И мы часто приходили домой без этого хлеба. По карточкам продавали хлеб. И вот кусочками резали. Помню, ножом развязали, на леса взвешивали. Потом, значит, я пошла в школу в 44-м году. В 44-м, первый класс. Учительница у нас была Кузнецова, Проспойлама. В школе стояли печи, круглые печи такие. Печи топили. Ну, было все равно прохладно. И очень часто мы, когда шли по улице зимой, эти чернила застывали. Мы приходили в школу, и пока эти чернила оттают, да, мы беги ручками, и, типа, баймин там полностью и оттает. Никакой связи такой не было. Радио не обладевались. Мы, конечно, очень простенько. Формы тогда еще не было никакой. Когда мы ходили вот в школу, начальные классы, нас во время войны, нас подкармливали. В столовую приглашали бесплатно, кормили. И мы приходили перед школой, обедали и шли сюда. Там какой-то супчик давали. Шли на занятия. Уроки мы готовили. При лампе пересы. Дети фронту. Многие кто-то сшил кесеты, табак отправлял на фронт, карандаши, бумагу. Это я пришла домой, и мне мама говорит, ну вот тетрадку отправь и карандаш. А я говорю, все табак, а я тетрадку. Что вот День Победы, как-то он у меня выпал совсем, я не помню совершенно. Я только помню, что я вышла из класса и попросила, что-то я выйти. И зашел солдат, мужчина. И из класса выбежала к нему девочка. Ну, дочь, видимо. И бросилась к нему на грудь. Папа, папа. Мои же ничего не помню такого. Мой папа погиб. Его направили сначала на Ленинградский фронт, а потом, в 1942 году, направили под Сталинград. И где там он погиб, не нарушу освещение, пропал Денис. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok